Хорошего Питера! Они такие, знаете, какие-то Они как раз маленькие, как мне нужно Но они какие-то, ребята, реально невзрачные Поэтому Сейчас зайду, не будет Ну, значит, не будет Если будет, я возьму Хотя бы 2-го числа, с утречка, по кусочку Понятно, что, вот я сегодня смотрел тетю Любу Понятно, что она говорит Мы там на посту не сидим Как бы такие, ну, не прямо уж там Прям такие вот прям соблюдающие, верующие Но все равно это уже, как у нас Такая традиция, там, да, ну, в этом году Видите, яйца я красить не буду Потому что мамы нету Она на даче, а нам, ну, по яичку съесть Это надо, что, из-за трех яиц я буду их красить? Нет, конечно же Плюс их надо идти светить А это, как бы, тоже не особо Поэтому Просто сейчас, если есть кулич куплю Нет, ну, значит, нет Просто так по яичку сварим Вот, ребята, пожалуйста Я специально сюда дошел, чтобы вам показать Вот, пожалуйста, смотрите, какой установили кран Посмотрите, какой кран здоровый Обещали нам тогда, что здесь ничего строить не будут Что стройку заморозят Посмотрите, вон там уже что-то поставили Здесь вон кран стоит Вот вам, пожалуйста Стабильность Стабильность в том, что нахрен никогда Своих обещаний не сдерживают Сказали, что признают эту территорию ЗНОПом И нихрена подобного Ну, вот только ту часть Теперь же сказали, что это не территория ЗНОПа Это, типа, уже под застройку все выкупали Вот так вот Поэтому, как было у нас в стране Бардак Как было, вот так вот все Захотят Я говорю, захотят Придут, понравилась земля И похрен И не спросят Вот, что осталось от бульвара Вот Вот, что осталось от бульвара Подождите, сейчас они здесь понастроят Вот, вот это все Потом эту часть оттягивают Мы вам тут облагородим Мы там вам поставим эти самые фонтанчики Нахрена не нужны фонтанчики эти? Вот эту марку сейчас тут понастроят Будет здесь Вот эта территория Четыре апарт-отеля Представляете, что здесь будет твориться? Да здесь уже Задница, извините Вот тебе, пожалуйста Вот, вот что осталось от бульвара Кусочек совсем Ну, что это такое, а? На клочке земли Наш бульвар, который я говорю Мы в детстве здесь физкультурой занимались Кроссы бегали Надо все застроить Вы видите, там с собачками гуляют С детьми Скоро вообще негде будет Вот ты будешь выходить из парадной И сразу натыкаться на другую парадную Все Вот, пожалуйста Это что, для народа все? Да никто о нас не думает Нафиг мы никому не сдались Вот и все О, посмотрите, какая бандурина выстроена И хоть бахны Они там на время разбирательств Подзаморозили немножко Типа там Мы будем разбираться И все Кому надо Мани-мани кинули И пошла-поехала Вот так Главное, чтобы хотя бы вот этого не тронули А то, мне кажется, и это потом застроить Как пить дать Ну, посмотрим, что будет дальше Я показывал Вот мы оттуда Шли вот на бульвар Тут буквально И там занимались физкультурой Зимой лыжи Летом кросс По кругу бегали Да, не важно Даже несмотря на то, что там Как бы, ну, все равно Это зеленая зона Не знаю Вот если ту часть приняли В ЗНОП А у нас, по-моему, даже если и ЗНОП Это бесполезно Неизвестно еще, что будет сейчас С территории вот этой мануфактуры Вчера по телевизору В новостях показывали Что наш губернатор Значит Квартиры всем, кто тушил Ну, там вот этим пострадавшим Пожарникам Квартиры А погибшему человеку Кто ему Кто вернет людям погибшего Человек родственника Квартиры они дадут Сейчас самое главное Чтобы он проконтролировал Чтобы там Ничего не построили Типа жилых домов Потому что Тогда стыдно должно быть ему за это Ну, видите У нас Вот там вот, видите Четыре окна наверху Ой, три окна На последнем этаже На четвертом Это был наш класс Десят-одиннадцатый Ну, вот Там Наши, именно Мы его убирали Все, я помню Мы в этом Вот там третье окно Вот первое, второе, третье А когда У нас сосед С нашей парадной Распилил Перцовый баллончик Всех выгнали Из класса Из школы, вернее Наша классная Нас заперла в кабинете И у нас парень Выглянул в окно А она На него очень сильно кричала Что типа Ты выпадешь оттуда Не давал к окну подойти А дышать было реально нечем Мы практически Чуть не траванулись Да, ребята Было и такое, конечно Вот Ну, вот я вспоминаю школу Скучаю Так быстро время пролетело В школе было, конечно, здорово А уж все Школьное время пролетело У меня уже, я говорю Племянница школу заканчивает Племянник идет в первый класс Так что вот, ребята Вот такие вот Вот такие флаги К первому мая, видимо Потому что, не знаю У нас висит, не висит Я не видел По-моему, у нас нет У нас обратном пути Пойду, посмотрю Так, ну что, ребята Взял я вот такой вот куличик Там еще были совсем маленькие Ну, маленькие прям совсем Ну, потому что нам на троих Там папе Ане и мне В принципе Ну, такой вот я взял Он свеженький Вот До пятого числа Ну, вот второго утром Я нарежу На долечки И самое покушаем Сварю по яичку Ну, конечно, его надо бы освещать Но я не пойду из одного кулича Поэтому Так чисто вот Ну, все-таки на Пасху хочется куличика Тем более, что куличик здесь свежий Маме привезти Ну, до мамы он не доживет Пока я приеду к маме Уже ей там Это уже будет явно не пятое число Мама вот хотела такой куличик Но, понимаете, с прохиводности Тут уж ничего не делаешь Тут не заморозишь Ничего, поэтому Ну, ладно, сами поедим Покушаем Сейчас приду домой Его в холодильник положу А второго числа мы Покушаем Так что вот такие вот дела Решил сегодня сходить Потому что я боюсь, что к завтрашнему не будет Там впереди у меня бабушка стоит Там еще один такой же был Побольше с цукатами Но я цукаты не люблю Вот, и вот бабушка стояла Полчаса она выбирала А можно на него посмотреть Ну, что на него смотреть Бери и все, иди ешь Так что вот Ладно Нормально сойдет Мы все время здесь берем Потому что В гипермаркетах раньше брали Что-то как-то вот не очень А это фирма Карат Кто с Питера Карат Плюс Вот вкусные такие И они делают вот эти вот куличики Так что вот такие вот дела Все Мишенкомплит Миссия выполнена Так что вот так Сзади меня вон там пошла бабуля Такая странная Пошла поперек пешеходного перехода То есть переход дальше, чем она пошла И еще водителю стоит ногой Тычет, куда ты едешь Так ты не по пешеходу И по пешеходному переходу идешь Еще дети маленькие проехали Ой, все на драндулетах Такая, ну не знаю, недовольная Сейчас видел пару Вот что значит семейные отношения Вот что значит прям вот любовь-любовь Идут значит парень с девушкой У обоих одинаковые толстовки Такие знаете Салатового цвета Белые штаны И салатового цвета кроссовки И такие идут счастливые Вот это да Вот это настоящая любовь Это настоящее отношение Прям даже приятно на них посмотреть Любой дорогой Вот А иной раз идешь смотришь Так лаются друг с другом Это же капец какой-то Вот сейчас идешь сзади Подпекает вроде жарко Оттуда шел холодно Погода непонятно Вон, а там еще дом строят Мама дорогая У меня же не видно с окна-то Ничего себе Вот это да Слушайте Чистый клондайк И так уже все стоим Не про духу ничего Хорошо хоть и наши деревья спасают Летом когда деревья Не видно ничего А так так это же вообще Кошмар Да Знал бы я Что пройдет какое-то количество времени И здесь будет такая Фигня Непонятная И самое интересное Что Никому не пожалуешься И претензию свою не выскажешь Либо похрену всем Захотели москвичи здесь построить И построят Все строит Москва Это не Питер Это все не Питерска Это все Москва Москва у себя там все застроила Еще и к нам добралась Вот так Такие вот ребята дела Да Ничего не поделаешь Сейчас ребята Открываю почтовый ящик А мне пишет девушка Что Она увидела на моем Ютуб канале Видео Где снимал Ну где я показывал двор Где снимался фильм Таксистка Она студентка Какого-то там Факультета В ГИКа по-моему И в общем Короче говоря Они хотят снять Какой-то Они снимают Какие-то Короткометражные видео И вот они Искали этот двор И они его не нашли И она попросила Меня скинуть ей адрес Я конечно же Ей скинул этот адрес И вы знаете Мне очень приятно То что мои видео Кому-то пригождаются То есть действительно Им понравился Очень двор Наверное Они будут снимать Какой-то фильм Короткометражный Я естественно Потом у нее спрошу Что это будет за фильм И можно ли его Конечно же Посмотреть Потому что Мне интересно И кстати Вчера Совершенно случайно Переключаю канал Я включаю НТВ А там идет Какой-то Бандитский фильм По НТВ Всегда идут Бандитские фильмы Но меня больше всего Знаете Что поразило Я включаю НТВ А там Людмила Артемьева Моя любимая актриса Бьет девочку Головой об стену Я так знаете Немножечко Подофигел И Ну естественно Начал смотреть Это какой-то Бандитский фильм Где она играла Там такую роль Для меня это было Просто удивлением Она играла Какую-то бандитку Злодейку В общем оказалось Что это ее дочь А не какие-то там Мошенники В общем она ее била Потом она там На мотоцикле Куда-то стреляла Потом она водила Газель В общем я в очередной Раз убеждаю Что Людмила Артемьева Это просто потрясающая Актриса Она великолепная Она может сыграть Любую роль Начиная от таксистки Заканчивая злодейкой Ну конечно У нее таких Ролей Очень мало Еще одна такая роль Была в сериале Белая ворона Если кто-то смотрел Вот Я по крайней мере знаю Только две таких В основном Это комедийная актриса Но вот такие роли Как-то мне знаете Немножечко ей Мне кажется Не идут Ей больше все-таки Идут комедийные роли Но я в любом случае Если это вижу В титрах Да Или знаю Что будет сниматься Людмила Артемьева Я обязательно Конечно буду Эти фильмы смотреть Так что ребята Вот такие вот дела Очень приятно мне Что действительно Мои видео смотрят И кому-то они Пригождаются Очень-очень Ребята Дорогие друзья Вот и наступило Незаметно Первое мая Подкрался Майский день Он такой сегодня Прохладный Хотя я обещаю 10 градусов Но у меня вот Утром было открыто окно И как-то вы знаете Прохладно Вот там вот На банке Повесили тоже флаг Вот здесь висит флаг А на нашем доме Что-то флага Я не заметил Ну может быть Решили не вешать А может и висит Я не видел Вы знаете Для меня Майские праздники Они немножечко так Такие знаете Вот какие-то особенные Особенно праздник 9 мая Это вот отдельная история Но 1 мая тоже Какой-то такой Знаете Не знаю Я даже не знаю Как это передать Это необычные Какие-то такие Праздничные дни Вот сегодня праздничный день Но посмотрите Сколько машин Машин очень много Мы сейчас Пойдем Ну поедем в гараж Но пока у меня еще Папа спит Он отдыхает Мы поедем в гараж Сегодня погода Позволяет Несмотря на то Что там ветер И прохладно Но главное Что без дождя И можно Ну поработать с машиной Потому что готовить Ее нужно Вот такие вот Ребята дела К маме я не поехал На дачу У нее пока Там все есть Я приеду На следующей неделе Наверное На денек И перед майскими Следующими Перед днем победы Я ее просто сюда Привезу Потому что Ну Там сейчас Нечего делать Ибо Телевизоры не работают Прохладно Все время Топить печку Как бы Ну тоже Так Что там Что там Что там А Мальчик Из Яндекс.Еды Попросил У мужчины Сигаретку Еще причем И прикурить Видимо Мальчик Наверное Не курит Но Решил Увидев У дяди Сигарету Стринуть Не знаю Так что Вот ребята Вот такие вот дела Я постараюсь Выпустить видео Завтра Завтра у нас Пасха Ну я думаю Что либо завтра Либо послезавтра У меня еще есть Другие видео Но я решил Что Выпущу там Завтра Послезавтра Потому что Иначе потом Это будет Соответственно Не актуально Поэтому Вот Завтра я вас Тоже поздравлю Куличик Я уже купил И соответственно Вот Какие-то слова Поздравлений Нужно сказать Сегодня Будут транслировать Но я смотреть не буду Нас не будет В час дня Будут показывать Схождение Благодатного огня Ребята Я на эту тему Высказывался По-моему Или в прошлый Или в позапрошлый раз Не помню Когда По-моему Еще Когда были прямые Эфиры у Олеси Из канала Жизнь в Краснодаре Вот что-то Тогда На эту тему Мы как-то Разговаривали В общем Я ничего На эту тему Говорить не буду Потому что Я боюсь Оскорбить Чувства верующих Совсем Таких Вот Поэтому Просто Спрошу вас А какое Ваше мнение Насчет Благодатного огня Верите ли вы В него Или нет Если да То почему Если нет То тоже Как бы Почему Хотелось бы Просто мне интересно Знать ваше мнение И вот На базе Ваших мнений В комментариях Если таковые будут Я потом Может быть Выскажусь На эту тему Но я уже Высказывался Поэтому У меня двоякое На эту тему мнение Скажу вот так Забегая вперед У меня такое двоякое мнение Ну вот Ребята Вот как-то так Вот Так что вот Ладно Я уже позавтракал Я сейчас сижу И пью кофе Я вот записываю Видео с поздравлением С 1 мая 1 мая Еще раз вас поздравляю Мир, труд, май Я в первую очередь Желаю вам Крепкого, крепкого здоровья Я желаю вам Хороших, солнечных Теплых дней И чтобы у вас В жизни было Все, все, все Хорошо Все, кто меня смотрит Все мои друзья Все, кто заходит На мой канал Я всем желаю Только счастья Добра И хорошего настроения Ребята Будьте здоровы Будет здоровье Будет все Ну что, мои дорогие друзья Я варю Вот два яичка Вот такой вот Куличик Я его сейчас Переложу на тарелочку Разрежу На несколько частей И мы Соответственно Покушаем Светить я не ходил Потому что я говорил Что два Из-за двух яичек Я не буду Этого, конечно же Делать Вот Вчера звонил маме Мама тоже там Но она, правда Покрасила Четыре яичка Говорит Одно себе А три вам Ну вот Я на следующей неделе Поеду к ней И вот тогда Ну что, дорогие друзья Поздравляю вас С праздником Светлой Пасхи Желаю вам Крепкого Крепкого здоровья Желаю Мира Вашему дому Благополучия Хорошего настроения Исполнения Всех желаний И не важно Как вы Ко всему Относитесь Соблюдали ли вы Пост Верите ли вы Главное Лично Как я считаю Это Жить По-человечески Жить По-людски И стараться Как можно больше Делать добрых дел Главное Чтобы у вас Была вера Внутри В душе И чтобы вы Всегда Оставались Людьми И это Совершенно Не важно Кто вы По национальности Какая у вас Вера Самое главное Чтобы вы Оставались Хорошими Добрыми Людьми Вот это Самое главное Чем больше Будет Таких Людей Тем больше Будет Мира На земле Спокойствия Благополучия Каких-то Радостных Моментов Потому что Мы с вами И так Видим Что Очень много Сейчас происходит На планете Земля Всяких Нехороших Таких Моментов Так что Хотелось бы Конечно Чтобы Радостных И приятных Моментов Было Побольше Так что Еще раз Всех я Поздравляю Всех С праздником Христос Воскресе